есть ура вот нам и ура я много раз на этом канале а это канал доктор александра данилина который называется серебряные нити было много материалов о депрессии я думаю что вы легко их найдете но тем не менее видимо тема это вечная потому что меня снова и снова просят поговорить например о маниакально-депрессивном психозе я попробую ну попробую как получится хоть чуть-чуть быть не банальным в этой области почему потому что в общем я хочу чтобы вы все поняли основные мысли изложенные книжки в книжке мифа шизофрении которая у вас на экране мне бы хотелось что тем чтобы те люди которым эта тема важна и интересна эту книжку однажды прочли вот почему потому что в ней конечно есть глава о биполярном расстройстве так сегодня называется это заболевание я боюсь произносить это слово потому что никто никогда не доказал что это заболевание в этой книжке я пытаюсь объяснить что психиатрия основана на системе описаний того или иного психического состояния человеческой души у нас это называется психическим статусом и ничего кроме этого описания фактически в нашей науке нет есть только описание статус больного и спекуляция бесконечная терминами и вокруг этого названия самого по себе и конечно же с маниакально депрессивным психозом все все существует точно так же я его называю так как его называли когда я учился как отдельное заболевание самостоятельная нозология под названием циркулярный психоз между прочим и до сих пор существующим и в разговорах и в диалогах вокруг этого этой проблемы давайте назовем ее так было описано двумя французскими психиатрами фальдрея и бейерже в точно в середине 19 века в 1854 году но до конца 19 века это расстройство какой-то отдельной болезнью не признавали признал ее отдельной болезнью эмиль крепелин это глава так называемый немецкой психиатрической школы нет у меня крепелина ну и бог с ним как бы который в 1886 дай бог памяти году или в 1896 году ввел новое наименование циркулярного психоза который стал у него называть было называться маниакально депрессивным психозом и многие наверное пациенты до сих пор помнят наше сокращение мдп это название было принято на протяжении ста лет до середины 90-х годов прошлого века когда появилась международная классификация болезней десятого присмотра и как бы опять в системе демагогии описаний его стали считать не вполне корректно поэтому так как есть не у нас не в нашей стране большой психиатрии мировой существуют сомнения по поводу того что это вообще является отдельной болезнью или отдельной какой-то нозологической формы то воз рекомендовала ввести политкорректное наименование биполярное расстройство поэтому если вдруг я буду пользоваться терминами циркулярный психоз биполярное расстройство или мдп маниакально депрессивный психоз то помните что это одно и то же правда не совсем мягко выражаясь не совсем по той простой причине что в общем не описание БРЖ было принято за основу за основу диагноза было принято описание именно художественное описание болезни лежит в основе психиатрической диагностики господа было принято описание именно крепелина в чем дело почему я так акцентирую на этом внимание потому что если мы ведем речь о художественном полухудожественном плохом художественном но художественном описание человеческого состояния которая не имела никогда не имеет и до сих пор никаких объективных данных для выставления этого диагноза или этого психоза не существует нет никаких окончательных критериев химического не знаю рентгенологического радиологического в общем не существует никаких объективных клинических методов диагностики двух заболеваний шизофрении и МДП почему это описано в этой книжке но проблема заключается в том что в общем когда мы найдем их объективную причину психиатрия как наука перестанет существовать потому что психиатрия это не столько наука сколько псевдология художественных описаний в которых можно легко запутаться и любой ну что-то в жизни читавший психиатр конечно же сможет повесить развесистую лапшу на уши любому пациенту который будет его внимательно слушать и бояться почему бояться мы можем еще сегодня с какой-то 14 стороны поговорить но как я много раз говорил в разных видео проблема заключается в том что если диагноз ставится на основе художественного описания то видимо вся проблема в том что надо четко соблюдать как бы то что описал автор понятия потому что только автору романа фактически известно откуда взялись его герои что они делают и как мы можем с вами обсуждать спорить но только автор знает это точно потому что роман как и любое описание это субъективная вещь субъективный объект и поэтому если мы начинаем расширять раздвигать рамки описания которые дал какой-то автор ну то есть можно как я где-то тоже в каких-то видео говорил можно описанием льва толстого можно добавить бесконечное количество описание ивани пупкина и это будет уже не лев толстой в этом проблема биполярного расстройства проблема в том что это уже не маниак это некая совершенно другая проблема некая совершенно другая вещь которую по-прежнему называют психозом но в которую кроме описания автора налита еще столько всякого разного случившегося за столетие случившихся за столетие описаний что запутаться во всех этих проблемах очень легко так вот с точки зрения автора маниакально депрессивный психоз а следом за ним и биполярное эффективное расстройство это смена двух фаз двух настроений или двух человеческих состояний депрессии и мании или в слабо не отчетливо выраженной формы гипомании эти состояния которые мы называем эпизодами или фазами расстройства биполярного или маниакально депрессивного психоза периодически сменяют друг друга без влияния внешних обстоятельств или почти без влияния внешних обстоятельств что и заложено в слове эндогенная болезнь причем учтите что термин эндогенная никак ни в коей мере не описывает некоторые субъективности то есть для крепелина и для создателей так называемой научной психиатрии внутренние обстоятельства человека его психология не имеют никакое значение никакого значения имеет значение лишь объективно случившиеся во внешнем мире события ну что еще надо сказать но есть еще понятие о биполярном расстройстве первого типа и биполярном расстройстве второго типа это второй тип отличается от того что я только что сказал стертостью эпизодов то есть есть слабо выраженные слабоманиакальные гипоманиакальные эпизоды и депрессивные эпизоды а вот подлинно маниакальных эпизодов нет ну давайте вернемся к крепелину потому что он автор описания он описал две триады три симптома которые обязательно требуются для постановки этого состояния ну кто-то считает симптомами тут синдромами в данном случае не важно депрессивная триада креплена вот нашел 1899 год содержит в себе гипотемию или сниженное настроение подавленность главное проявление да кроме того он содержит в себе идеа идиаторную заторможенность и моторную заторможенность что означает что темп мышления реакции на обращенные к человеку слова или мысли слова или эмоции как бы сам ход течение мыслей речь становится медленными замедляются снижаются моторная заторможенность видите я размахиваю руками у меня нет моторной заторможенности означает некоторую мало подвижность или полную неподвижность вплоть до застывания длительного в одной позе да из которого человек из которого человека можно вывести но как бы с большими усилиями длительное время и соответственно наоборот маниакальный синдром или маниакальная триада отличается счастьем повышенным настроением вплоть до эйфории невероятным темпом темпом ускорением мышления и ускорение речи тахи психия так называемая и двигательным моторным возбуждением как бы тут есть одна проблема которая заключается в том что и где первое это вот эти перед перемены настроения а вторая это требование крепили на к диагнозу которая сохранялась до до начала моей работы то есть в середине восьмидесятых годов нас учили этому требования крепелин требовал что чтобы требовал чистоты да ничего больше кроме этих триад у человека не было не было никаких других искажений неадекватности проблем психического состояния он говорил что эти триады должны быть чистыми должны нести за собой никакого то есть проходят эпизоды один или депрессия с манией или депрессия с гипоманией есть это прямо теперь для меня какая-то неожиданность я прошу прощения я надеюсь что вот коллеги помогут склеить эту трансляцию но я конечно уже 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 туда улетел вперед ну что делать попробую вернуться и так я рассказал про две триады насколько я понимаю я успел рассказать про отряду бехтерева вегетативных синдромов да нет не успел ну-ка напишите я успел что-нибудь рассказать про отряд бехтерева про сомато вегетативную триаду протопопова давайте повторю на всякий случай да они стремились показать что нарушения эмоциональные у человека они протекают вместе с нарушениями соматическими и он выбрал доказал что что в депрессии существует соматическая триада это соматическая триада протопопова опубликованная в 1920 году который поддерживал бехтерев заключалась в том что при депрессии человек одновременно переживает тахикардию у него расширяются зрачки и он склонен к запорам а при мании он испытывает брадикардию у него сужаются зрачки и у него возникает склонность к поносу как-то так это все устроено есть есть еще такое понятие когнитивная триада бека но если можно я сегодня о ней говорить не буду а вот то что я хочу вспомнить обязательно это триада ясперс 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 говорил о реактивной депрессии реактивная депрессия это депрессия как реакция на какие-то травмирующие переживания в реальности да заболевание то есть состояние почему заболевание развивается после развития некоторой психической травмы то что о чем человек говорит и не может не говорить вытекает и содержание этой травмы ну да традиционная психотравма это там разрыв с любимым смерть близкого увольнение с работы да и когда человек устраивается на работу обратно на какую-то другую то травма разрешается и соответственно все сразу ослабевает вот есть причина по которой ясперс здесь кроется одна из причин по которой ясперс прекратил заниматься психиатрией ну наверное главной причиной было то что талант у него был куда более существенным и да создал он свой мир экзистенциальной философии и я хочу сказать что в том числе одной из причин был тот факт простой что в действительности каждый человек считает травмой психической травмой что то свое типичные психические травмы конечно есть но вот то самое та самая эндогенность возникновения заболеваний без всяких внешних причин которые можно исследовать найти и обнаружить для него он вдруг понял что это субъективный фактор что каждый человек что то свое считает унижением и что выраженность психической травмы это очень важно понимать зависит от уровня человеческих амбиций и от уровня его ожидания от жизни а сами эти ожидания они зависят еще от чего-то например да от детского вот отношений в родительской семье от раннего детства и так далее и так далее и так далее и тому подобное и поэтому фактически описание феноменов которым он посвятил долгие годы описанию феноменов психопатологии не имеет никакого смысла без постижения тех самых внутренних причин той самой субъективной реакции на травму и вот тут как бы я хочу уйти немножко в другую сторону это Жильбер Дюран ну как бы сегодня благодаря Александру Дугину он как-то становится все больше и больше известен у нас но тем не менее далеко не самый известный у нас французский антрополог или психолог он умер в 1912 ой простите в 2012 году в возрасте почтенном 91 года он один из основателей центра исследования воображения знаменитого французского где работало много известных философов вот он ввел это очень важно как термин мне очень нравится в связи с Дюраном термин топик или локус короче говоря он ввел свою модель функционирования человеческого воображения или человеческой души а если вы задумаетесь хоть немножко и поверхностно над словом психоз или безумие то вы поймете что никаким образом тут обойтись без воображения нельзя и он ввел в своей знаменитой книге она вышла в 1960 году называлась эта книга антропологические структуры воображаемого он ввел несколько новых понятий это и есть создание нового топика да он ввел понятие имаженер очень мне нравится это слово воображариум в прямом непосредственном переводе это некое предшествующее субъекту данное данный процесс который непрерывно течет в человеческом обществе этот процесс состоит из воображаемого объекта воображающего субъекта и самого процесса воображения вот этот вот самый воображариум который на мой взгляд в общем я буду некорректен поверхностен и подвергаться всяческой критике потому что времени у меня мало состоит как бы из некоторых фрагментов юнговского понятия коллективное бессознательное и из представлений фрейда и классического психоанализа о проекции да вот этот воображариум по отношению к субъекту создает некоторый феномен который дюран назвал троект это призма призма воображаемого все время находящаяся перед носом у человека и искажающего и искажающего его восприятие реальности глубже я сегодня не полезу в ровном счете никакой возможности у меня нет но интересно что сам дюран считал что его учение основано на таком учении Владимира Михайловича Бехтерева которое называется коллективная рефлексология была такая книга она появилась в полном виде в 1926 году если переиздавалась то где-то там какими-то мизерными тиражами я почему вспоминаю потому что на самом деле для интересующихся сегодня общественными процессами коллективная рефлексология Бехтерева на мой взгляд страшно полезно это такое очень оздоровляющие размышления об общественности об обществе труд ну вот но кроме всего прочего я хочу сказать что сам дюран считал ровно так же что да вот это тот тот труд на основе которого можно создать новые топики учения об обществе так вот кроме вот этого самого иммажинера и траекта есть три антропологических типа человека по отношению к воображению или или три способа мышления и действий он назвал эти три типа свою триаду если хотите диурн дневной режим и два ночных режима драматический и мистический ноктер тут очень важно понять что дюран и мне кажется с точки зрения депрессии и мании это такие очень вот этот взгляд этот топик психики делает депрессию и манию вещами в общем более понятными да жильбер дюран был категорически убежден в том что человеческое бытие его жизнь наша жизнь определяется нашим отношением к смерти точнее говоря ну у дюрана той структурой коллективного иммажинера которую мы присваиваем ну юнг бы сказал теми архетипами да теми фрагментами коллективного бессознательного которые мы усваиваем благодаря традициям и мифам родительской семьи а ну в общем если вы задумаетесь то легко поймете что рассуждение дюрана имеет очень большой смысл по той простой причине что конечно же можно округлить и сказать что жизнь наша это путь от пеленки зловонной до савана смердящего что голая суть жизни это рождение и смерть в конечном итоге да некоторый обратный отсчет на конце которого оказывается могила и сказал дюран что события которые наполняет человек свою жизнь есть только следствие нашего отношения к смерти как он относится к смерти к какому комплексу архетипов это называл еще дюран принадлежит наше отношение таким он и видит мир вокруг себя а я начну с ноктюрнов если позволите я не знаю как можно в общем ноктюрны но он разделял эти состояния на два варианта первый этот я как положено начну с последнего для дюрана ноктюрна первый ноктюрн это мистический это признание полного всемогущества смерти ее подавляющего влияния на человеческую жизнь жизнь это жизнь это мелкая рябь песчинка на поверхности великого ничто которое проваливается в это ничто и больше ее невозможно рассмотреть как бы ты ни трепыхался что бы ты ни делал что бы ты ни верил чем бы ты ни увлекался ты все равно умрешь не трать зря энергию не трать зря силы перед лицом смерти все бессмысленно и это ну какие-то кусочки мелкие конечно из большой книги дюрана на самом деле я хочу сказать что это и есть законченная депрессивная позиция я застываю я замираю по той простой причине у меня возникает депрессивная триада по той простой причине что я ощущаю себя ничтожеством то есть я действительно чувствую себя как ничто любое шевеление которого любое движение может быть не только не только не только не только оно не только бесполезно но еще и может оказаться опасным для окружающих которые этого не чувствуют я я сам в своем ничтожестве виноват и никто нет никаких мне некуда деться от этого всеподавляющего чувства вины оно 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 все дальше и дальше погружает меня в пустыню ничто которое ничтожит как известно я могу долго продолжать передавать это ощущение метафорами это темная ночь души мистический ноктюрн вот тут же кто-то пишет ой какой вы прямо про меня ну как бы нет не прямо про вас потому что насколько я знаю пишущего он это вовсе не собирается застывать состояние неподвижности но конечно же элемент этого ноктюрна есть в каждом из нас дальше следовало бы перейти к драматическому ноктюрну но вся проблема заключается в том что некой прямой противоположностью мистическому ноктюрну является абсолютно неприятие смерти или солнечный дневной режим который сам дюрам называл вот в этих своих топиках в этом своем построении режимом диурна что такое диурн да это фактически та самая мания или то самое гипоманиакальное состояние что происходит с человеком в этом гипоманиакальном состоянии он объявляет непримиримую борьбу смерти он объявляет жизнь светом а смерть тьмой и считает что тьме нет места в царстве света ее не должно быть вообще он наполняет свою жизнь со всем что он считает темным и неправильным прежде всего с хаосом но и с неправильным порядком со злом избыточным добром с невежеством сознанием неважно он пытается быть солнцем желающим сжечь все что у него ассоциируется с тьмой и страданием каждого кто пытается его остановить он безжалостно отбрасывает называет идиотом и каждому из них он приписывает каждому кто пытается сказать успокойся затормози затормози охолони будь терпеливым он считает что это представитель смерти бессознательно считает да мы сейчас не про бред вот а он считает представителем смерти и в лучшем случае просто не слушает этого его мнения более того он конечно искренне опять в меру своих амбиций считает себя спасителем уже об этом много раз говорили как бы тем самым человеком который необходим для того чтобы спасти человечество сообщить истину следующим поколениям и конечно у него возникает чувство что у него все все получается в этой борьбе иначе если ничего не получается то побеждает смерть наконец третий элемент ну собственно говоря то что наверное мы относительно все считаем нормальным человеком это драматический ноктюр ну да часто приводит как иллюстрация драматическому ноктюрну дюрана танго и конечно танго действительно является замечательной иллюстрацией это представление о смерти или о расставании в данном случае которая есть маленькая смерть как о стратегическом партнере это определение дюрана в смысле что и у жизни и смерти есть смысл и их взаимодействие смерти и жизни смерть открывает дорогу новому поколению правда и как бы смерть позволяет забыть старое и ненужное как впрочем и нужное но в этом есть какой-то смысл то есть есть некая динамика определенная внутренняя изменчивость это да очень похоже на страстный танец в котором есть видите как бы один из наших корреспондентов увидел себя в мистическом ноктёрне но на самом деле он существует в драматическом ноктёрне где есть маленькая маниакально-депрессивный психоз маленькая циклофрения потому что мы то теряем надежду и нам кажется что мы умираем то надежда на успех на счастье на любовь она возникает вновь и мы оживаем да получается что в действительности человеческая жизнь это такой вот чтобы повеселее был танец со смертью ну в общем наверное танго действительно идеальный образец то есть в драматическом ноктёрне в этом танце жизни в котором которая которая придает нашей жизни некую динамику пусть и достаточно вялую присутствуют элементы вот этих вот этого перехода от любви к смерти от надежды к смерти от смерти к надежде на возрождение да и действительно это прекрасная метафора дюрана которая как бы вот рассказывает о драматическом ноктёрне что собственно происходит вот откуда берется маниакально депрессивный психоз на самом деле он берется из инфантильной попытки окончательно зафиксировать в своей жизни какой-нибудь режим избавиться от танца вот от этого говоря словами дюрана избавиться от драматического ноктёрна и придать своему существованию некую окончательность или оформленность а это окончательность или оформленность архетипические то есть исходя из очень древних я сейчас не буду всего рассказывать но вот я потом еще пару слов скажу про дюрановские представления о том откуда берутся как берутся ноктюрны из раннего детства я попытаюсь сейчас просто сказать суть как бы когда с человеком написано в книге миф о шизофрении которая временами появляется на экране обстоятельства складываются так что он чувствует их субъективно невыносимыми он становится ближе к смерти он становится наравне ему даже легче чувствовать себя ничтожеством и ничем вот это самая классическая крепелиновская депрессивная триада становится формой психической защиты я умер я не буду шевелиться я не буду двигаться я буду думать очень медленно и осторожно чтобы не надумать чего но я продолжаю жить это психическая временная смерть защищает меня в том числе от самоубийства поэтому я все время говорю что самоубийство и депрессия вещи принципиально разные классическая депрессия это слияние в единой любовной в единой любовной страсти со смертью ради жизни ради возможности возрождения мысль которая присутствует в депрессивной триаде вот это простая мысль о том что как бы мне легче чувствовать себя ничем чем стать кем-то это форма психической защиты кстати говоря характерная для нормальных подростков учтите это дорогие родители так вот через эту мысль вот эту сколько ни трепыхайся все бессмысленно все равно все помрем ну то какая разница там как дожить эту нашу крошечную жизнь через эту мысль надо перескочить и на самом деле вот когда мы именно перескочить когда мы преодолеваем некоторое препятствие мы обычно делаем это рывком да как большинство все таки не любят медленно входить в воду холодную предпочитает сделать это одним прыжком да поэтому из этого состояния человек вполне естественно выходит прыжком прыжком либо нормальную жизнь то есть вот к драматическому ноктюр к этому такой договоренности со смертью там я тебя тебе буду поменьше думать а ты меня не беспокой или я я оставлю свои следы на пыльных тропинках далеких планет чуть не забыл цитату представляете себе вот а ну если вы задумаетесь точнее говоря не столько задумаетесь сколько вспомните себя то мы из мрачных мыслей тоже тоже как бы выпрыгиваем мы выпрыгиваем из них все равно в некоторую пусть небольшую но эйфорию ну там да многие делают это например с помощью алкоголя нынешние молодые люди иногда редко с помощью всяких разных других запрещенных как правило стимулирующих веществ почему ну потому что и опьянение и наркотик это рывок и конечно должен я сказать что рывок этот иллюзорный он приводит к какому-то результату только до тех пор пока длится опьянение как только оно заканчивается ты опять оказываешься ничтом ничтожеством находящимся в мистическом актерне да и Дюран писал о том что если человек меняет систему архетипов или он меняет режим вот этот вот режим существования на минуточку у Дюрана это очень непростая конструкция то есть не все так просто у Дюрана как я пытаюсь это объяснить как вы догадывались так вот обычно да из чувства ничтожества и чувства собственной песчинки в бессмысленном мире мы выбираемся чаще к вот этому нормальному с моей точки зрения не Дюрановской драматическому ноктюрну и лишь немногие к Диурну вообще я на самом деле предпочитаю другую систему терминов не Дюрановскую но о ней мы тоже как-нибудь поговорим потому что она сейчас уведет нас в совершенно другую сторону а Дюран как мне кажется его метафоры очень точны для описания эмоционального состояния и мистический ноктюрн и драматический ноктюрн и Диурн гораздо точнее чем мания чем депрессия мания гипомания субдепрессия и так далее и так далее и тому подобное потому что они наполнены внутренним содержанием и пока вы меня слушаете вы наверняка на этом содержании на этом танце со смертью вы наверняка себя как-то уже успели поймать и почувствовать как бы дальше 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 в процессе развития да вот этой самой того что психиатрия называют манией гипоманией огромную роль играет некоторый навык которого огромное большинство которого лишено огромное большинство из нас нет ну правда это навык наблюдения себя со стороны потому что если происходит рывок если наши эмоции раскручиваются автоматически то очень важно сможет ли человек увидеть со стороны ну например некоторую простоту предлагаемых им методов спасения человечества ну как бы ему не приходит в голову мысль о том что наверное раз пришли раз вот это его идея о спасении она очень проста то наверняка она приходила в голову уже миллионам людей что-то с ней не так а поскольку большинство из нас не задумывается о том откуда берутся эмоции ну хорошо и хорошо нас увлечен нанесет в какое-то состояние и увлечен нанесет опять же это тоже как и состояние депрессии будет зависеть от уровня амбиции ожидания человека от жизни потому что если он да как мы неоднократно обсуждали считает себя самым лучшим и может быть даже единственно живым на свете то то есть если он будет ощущать себя нарциссом а нарцисс это естественно инфантильная позиция личности да вот если он будет это чувствовать именно так то во-первых любая травма типа бросившей его девушки будет сваливать его в ничто и он будет кричать про зависимость тяжкую от этой девушки хотя девушка тут вовсе ни при чем на самом деле он просто ожидает что любить на свете можно вообще только его а все остальные люди любви и этой девушки и всех остальных девушек вовсе не заслуживают и то же самое произойдет в случае мании потому что если он добьется успеха то начнется цепная реакция внутри он начнет во всем видеть свой успех потому что для него это абсолютно естественное чувство ему не надо наблюдать себя со стороны он не умеет этого делать никто его этому не учил ни в школе ни дома он не умеет тормозить и эта цепная реакция будет разворачиваться вплоть до эмоционального ядерного взрыва когда когда в конце концов с улицы кто-нибудь предложит отправить его в психбольницу а поскольку возникающая спонтанно да ну иногда на фоне подтверждения какого-то может быть даже случайного твоего величия ну например если вот эта девушка которую ты все время боялся потому что она такая красивая она вдруг в тебя влюбилась то это значит что вообще все девушки обязательно должны быть в тебя влюблены кажется взрослому человеку этот вид будет неестественным но он неестественен дальше начинает цепная реакция да вот это бесконечное развитие этой идеи я самый лучший на эмоциональной волне на самом деле он действует по некоторому архетипическому или по дюрану же мифологическому стереотипу да его вот это вот это состояние разворачивается как правило в то что он спаситель человечества и да там не знаю прикосновение его руки делает делает лечит любые болезни ну и там многие другие могут быть в этом компоненты но это не некая загадочная эндогенная патология это раскручивание древних архетипов у людей у которых нет рациональных тормозов и нет навыка самоанализа да еще с моей точки зрения но требуют обязательных неврологических проблем потому что что определяют неврологические проблемы легкие умеренные врожденные они определяют вот эту эмоциональную нестабильность склонность к эмоциональным перепадам и это склонность к эмоциональным перепадам в том числе в зависимости от погоды часто как у меня например признаюсь я всю жизнь метеочувствительный и именно в первую очередь как раз в эмоциональном состоянии с юности я помню эти вещи да 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 я когда вот сейчас резко упало давление я могу сидеть и думать о собственном ничтожестве о том что я никому не нужен но это не будет раскручиваться потому что я буду посмеиваться над собой и говорить себе Саша это опять точка приехала ты же знаешь в общем сам прекрасно что это не так ты не нуждаешься даже в комплиментах знаешь и все и мой мой мистический ноктюрн опять опять сменяется драматическим мы опять договариваемся с моим ничтожеством с ничтом со смертью и опять и опять продолжаем какой-то такой гармонический танец а если этого навыка этих я простите что я все время подставляюсь привожу собственный пример но да ну как на ком-то из вас это объяснять так я вас не знаю а если этого навыка вот этого навыка самоконтроля нет то что делать легко понять как образуется лавинообразная реакция и собственного отчаяния да и цепная реакция вот этого маниакального состояния тем более что чисто маниакальное состояние бывает крайне редко да я их практически в жизни не видел все я наверное заболтался и в общей сложности скорее всего мое время истекло потому что я имею ввиду что это второй фрагмент да я надеюсь да ребята администрация сайта вы же сошьете это в какое-то такое да более или менее целое спасибо вам большое заранее я хочу сказать что конечно же по моему я сказать не успел возвращаясь к психиатрии и к биполярному расстройству то не верьте если вам ставят биполярное расстройство не верьте у нас это все относится уже давно очень к шизофрении почему как нам это объясняли нам это объясняли очень просто крепелин требовал чистых депрессию и манию а их не бывает ну например я объясню ну скажем если человек человек в отчаянии он не 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 сидит в одной позе а мечется так называемая ажитированная депрессия то с точки зрения крепелина это грязная депрессия не может быть ажитации должна быть двигательная заторможенность если это ажитация это уже не депрессия это другое состояние утверждал крепелин но все зависит от того чем нам выгодно лечить если нам выгодно лечить нейроэптиками антидепрессантами то мы все что угодно депрессией назовем свалим туда все что автор понятия не депрессия а автор понятия маниакально депрессивный психоз вот то самое циркулярное расстройство личности биполярное то мы туда туда теперь вносим все что угодно почему ну потому что так просто взять назначить несколько антидепрессантов еще и нейролептик до кучи одновременно потому что с этими вашими режимами ноктюрнов диурнов хрен знает чё иммажинер какой-то да да мы работать не умеем и не хотим а зачем нам это остается только надеяться что пациенты как-то начнут в этом разбираться и самое главное учиться чувствовать вот эту цепную реакцию в себе когда ты либо проваливаешься депрессию либо взлетаешь в гипомонию и и и и и не хочешь не умеешь себя останавливать потому что ты не понимаешь что существует иммажинер да вот это субъективная реальность которая к реальности там 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 за пределами уж простите меня троэра да как бы совсем другая другая и то как тебе кажется что на тебя реагируют на самом деле далеко не является фактом как только человек начинает учиться себя контролировать вот эти вот вот это цепная реакция начинает уменьшаться и человек в общем возвращается из страшного эндогенного психоза которого в общем не существует к драматическому ноктюрному относительной норме то есть он учится быстро преодолевать эти колебания как и положено в нашей вот этой вот этой жизни наполненной ритмой эх не успеваю я рассказать про ноктюрный и детство это очень любопытно ну посмотрите сами ну вот наверное это все что я успеваю сегодня сказать захотите ну можно поговорить конечно о жильбере дюране еще раз отдельно поговорить о деталях вот этих вот самых ноктюрных которые мы как бы почему-то в нашей стране по крайней мере считаем абсолютной клиникой нету у нас такой клиники как бы нету больше маниакально-депрессивного психоза крепелина и никто вас от биполярного расстройства не лечит помните вас лечат от шизофрении почему вот книжка приобретайте читайте и я надеюсь разберетесь сами все всех обнимаю спокойной ночи простите как говорят за технические неувески